Здравствуйте! Большой футбол на нашем телеканале. Приглашаем вас в Черкизово, где Локомотив, победитель премьер-лиги, играет с победителем первого дивизиона Тереком из Чеченской Республики. Здравствуйте все! Ваши телевизионные приемники настроены на третий канал. В эфире «Вперед! Лока!» Сегодня в программе «Суперкубок 2005». Локомотив Терек. Сама игра и комментарии к ней. Призовой фонд парламент Суперкубка России составил более полумиллиона долларов, 70% из которых в итоге достались победителю. Однако солидные премиальные были не единственным и далеко не главным стимулом для команды Юрия Семина. Во-первых, иной задачи, кроме победы, не могло быть априори. Во-вторых, одолеть новичка премьер-лиги, пусть даже столь амбициозного, как Терек, вопрос престижа для чемпиона. Конечно, после продолжительных сборов тяжело начинать, и ответственность очень большая, и осадок от сборов. Поэтому сейчас, я думаю, в игровой ритм команда войдет, и должно быть все нормально, и легкие ноги будут, и силы должны появиться. Уже в самом начале игры «Локомотив» едва не понес потерю. Лима остался лежать на газоне после столкновения в центре поля. Красноречивый жест Сергея Гуренко не нуждался в расшифровке. Однако замена вскоре потребовалась самому белорусу, тогда как бразилец, несмотря на повреждения, доиграл матч до конца. О двужильности пятого номера «Лока» впору слагать легенды. Так под занами с испанского сбора Лима покинул команду и улетел в Бразилию. Дома тяжело заболела мама. Вернувшись к месту работы буквально накануне суперкубка, Франциско успел сделать только две вещи – выспаться с дороги и надеть красно-зеленую форму. Я у него спросил, будет ли проблемы с акклиматизацией, со здоровьем и так далее. Играть готов? Он говорит, я готов играть. Вот и все. Вот все, что такое Лима. Он сегодня вышел и играл. Сразу двое новичков «Локомотива» предстали в этот день на суд взыскательной публике. На правом фланге обороны уверенно смотрелся Амельянчук. А позицию левого защитника после травмы Гуренко занял Алексей Бугаев. Они молодцы. И Бугаеву сложно было выйти, с левой стороны играть. А Амельянчук – это его конкретная позиция. На мой взгляд, они сыграли надежно и неплохо. С первых минут железнодорожники прочно забладели инициативой. Однако игровое преимущество не спешило воплощаться в цифры на табло. Грозненцы оборонялись большими силами. Да и в собственных действиях москвичей не хватало остроты. Первой реальной угрозой воротам Терека стал штрафной. Короткий розыгрыш, и Ласьков прицельно бьет мимо стенки. Но прыжок Нигматулина сводит на нет усилия капитана Локо. Под занавес первого тайма локомотив прибавил и даже устроил подобие штурма. Однако чеченская команда исправно выполняла свою главную установку – не пропустить. У нас хорошие были до штрафной ситуации. То, что касалось внутри штрафной, остроты у нас все-таки было маловато. После перерыва под уставшего Хохлова заменил Белеледдинов. А Маминов оставил свою привычную позицию, сместившись ближе к чужой штрафной. Дмитрий Сычев стремился открыть свой лицевой счет, не дожидаясь старта чемпионата. Однако Нигматуллин не спешил сдаваться на милость бывшим партнерам. Ну, наверное, так и должен играть вратарь, который покинул команду. Играя против своего бывшего клуба, хотел доказать что-то. Появление второго нападающего в составе чемпионов страны, безусловно, напрашивалось. Но внеплановая замена в первом тайме лишила Юрия Исомина простора для маневра. Лима был под сомнением по причине травмы. А с Этиани тоже. Еще были определенные проблемы с ногой. И я боялся, что выпустил Лебеденко, вдруг кто-то из них получит травму, и мы будем в меньшинстве. Здесь пришлось ради результата жертвовать каким-то амбициям игрока. Время на табло стремительно таяло, приближая Терек к заветному дополнительному времени. А там и до серии пенальти недалеко. Однако мяч лег на точку гораздо раньше. Уже после игры кто-то из журналистов спросил Геннадия Нижегородова, как ему спалось накануне. Деликолепно. И надо же такому случиться, что именно Геннадий стал непосредственным участником эпизода, решившего исход матча в пользу его бывшей команды. Владимир Маминов решил взять игру на себя, но сам оказался взятым на бедро недавнего партнера. Я как бы уже собирался бить поворотом, а потом увидел, что защитник ногу ставит. Наверное, в ногу попал, если бы ударил. Поэтому прокинул мяч вперед. И постарался перепрыгнуть через ногу, но касание было, и ноги сами по себе подлетели, поэтому упал. Удар Ласькова с 11 метров пополнил коллекцию локомотива вторым суперкубком. Хотя Нигматуллин, надо отдать ему должное, сделал все, чтобы этого не произошло. Желаю Руслану в новой команде просто играть в сезон уверенно, надежно, но не в матче с нами. Уже в добавленное время Сергей Иванович напомнил, кто является вратарем номер один в России. За 90 минут холодного одиночества Овчинников умудрился сохранить предельную концентрацию и выручить свою команду. Еще раз поздравляем локомотив с заслуженной победой в парламент суперкубке и удачным началом сезона. Кстати, сами игроки в лице Марата Измайлова посвятили успех прекрасным дамам. Можно воспользоваться случаем и посвятить всем своим родным, близким, женщинам, маме, сестре. В общем, всем болельщинам клуба локомотив. Субтитры подогнал «Симон»!